Добрый вечер, это проект «Пограничная зона». Мы снова продолжаем освещать то, что происходит сейчас в Карабахе. Между Арменией и Азербайджаном идут ожесточенные бои с применением разного рода оружия. Мой гость, господин Атсюрин Ванессиан. Добрый вечер. Если его можно назвать добрым, я сегодня вынужден это повторять. Скажите, пожалуйста, на данную секунду день подходит к концу. Не знаю, подходит ли он к концу на передовой. Какая ситуация? Погибшие, жертвы, потери? Что происходит? На данный момент бои продолжаются. С какой интенсивностью, пока не могу сказать. Может быть, немного неинтенсивнее, чем днем было, потому что ночные бои имеют свои особенности. Значит, бои идут в основном в тех же направлениях, на севере, на юге, на юго-востоке Арцахской республики, между сухопутными войсками Азербайджана и Арцаха. Недавно пресс-служба Министерства обороны Республики Арцаха объявила, что благодаря контратакам отдельных подразделений у азербайджанских войсков было взято 11 бронетехники, исправных, кстати, с полным боекомплектом, в том числе единицей БМП-3. Я хочу выяснить, поскольку пример для всех в регионе, чтобы было это понятно. Например, Пшенян сегодня созвал резервистов, общий призыв на службу и так далее. Мобилизацию. Сегодня мы объявили полную мобилизацию. Вы говорите, что там только силы Карабаха, но там армянская армия тоже присутствует, правильно? На данный момент пока нет. Пока будет объявлено, пока будет мобилизация, пока соответствующие вооруженные силы и подразделения поедут туда, тогда и будет, как бы сказать, общая армянская армия. Бои продолжаются. Если сделать итог дня, на данный момент президент Республики Арсах объявил, что за весь период боев, примерно 15-16 часов уже продолжаются бои, потери с азербайджанской стороны, это примерно 200-230 человек личного состава, примерно 3 десятка бронетехники, 2 десятка беспилотников и отдельных, разные техники. Значит, потери с армянской стороны, примерно 20 человек, имена будут разложены скоро, думаю, завтра утром, если сегодня так поздно не успеют, и примерно до 5-6 бронетехники. Но бои продолжаются, применяются артиллерия, днем было применено авиации со стороны Азербайджана, с армянской стороны не было применено авиации. Могли бы уточнить, какие вооружения, я не очень знаю терминологию, какие вооружения идут в ход? Ну, это стандартная бронетехника, это танки БМП, БТ разного имени, разного вида. Это артиллерия, начиная с самых малых калибров до, значит, больших РСЗО 300-го калибра, и больше это типа Смерч, это типа Касырга турецкая, это типа Полонез, то, что у Белоруссии купили азербайджанцы. Ну, в принципе, если так вы считаете, из всех вооружений, может быть, не было применено азербайджанской стороной, может быть, только оперативно-тактические ракеты израильского производства «Лора» и, может быть, еще и «Точка». Остальное, в основном, в общем-то, почти все было применено. С армянской стороны? Ну, с армянской стороны, на данный момент, то, что есть на вооружении «Ассаха», это стандартная артиллерия до калибров 152 мм, это минометы, это танки, это БМП, это БТР, ну, в общем-то, и все. Не считая, короче, огнестрельного вооружения. Понятно. Вы выложили буквально минут 20 назад пост о том, что видели, как я понял, какие-то турецкие, то ли военную технику, то ли турецких военнослужащих. Спасибо. Можете проговорить? Да, сегодня президент «Арцаха» Араик Анатюнян объявил, что со стороны Азербайджана было применено турецкое вооружение. В частности, это турецкие беспилотники «Байрактар», которые очень широко применялись в последнее время в Сирии. И, значит, турецкие истребители F-16, которые примерно месяц назад, немного больше может быть, прилетели в Азербайджан для совместных учений и там остались. И эти истребители сегодня были применены во время авианалетов. Я понял. А это как бы по каким-то законам или чему-то это неправильно? Или они просто там что-то купили, или у них осталось? Ну, я так понимаю, что тут есть несколько серьезных политических вопросов, просто которых я комментировать пока не могу. Я понял, да. Видимо, имеется в виду участие Турции в том или ином виде. С другой стороны, если бы были вот эти сушки, которые Армения покупает у России, это же тогда тоже примерно та же история, или нет? Я не расслышал, извиняюсь. Я говорю, что если бы использовалась авиация, она не использовалась, как я понял, но если бы использовалась авиация со стороны Армении, там российские вот эти самолеты. То есть это то же самое или нет? Если бы, да, российские самолеты были применены, естественно, могли бы быть открыты такие же вопросы. Но такого не было, чтобы... Я объясняю, чтобы мне понимать, есть ли какие-то по законодательству и так далее. Хорошо, скажите, пожалуйста, последнее, я знаю, что у вас немного времени. Какая сейчас официальная позиция Армении по заявлениям Азербайджана о взятых семи селах и некоторых позициях, я, честно говоря, не очень прав. Значит, никаких армянских, которые азербайджанцы называли своими именами, про там шесть или пять сел, никаких сел азербайджанские вооруженные силы не взяли, ни под контроль, ни так, не знаю, как их еще они называли, нету такого. Есть несколько потерянные позиции, отдельные позиции, о которых президент Арай Каручинян объявил. И несколько из этих позиций армянские вооруженные силы успели до вечера вернуть. Это какие, можете уточнить? Ну, это направление Талыш, направление это северное направление. Севернее Мардакетского района. И это южное направление, примерно район, который азербайджанцы называли Джибраэль. Понятно. Они говорят про, я не знаю, что это, как правильно называется, это Муровдаг. Это взято или не взято? Нет, нету никакого Муровдага, который взяли азербайджанцы. Ну, вы знаете, о чем речь? Да, да, да. Это высокого горе. Я понял, я понял. А последнее самое уточнение, что вы думаете? То есть это будет продолжаться, это боевое столкновение, или есть шанс, что оно как-то сойдет на нет? Ну, если честно сказать, я очень-очень затрудняюсь прогнозировать реально, насколько будут продолжаться бои, потому что, я так понимаю, азербайджанская сторона с помощью турецких военных как бы развернула всю свою армию. То есть такого никогда не было, такого масштаба? Нет, после 94-го года такого масштаба столкновения у нас не было. Понятно. Я вам желаю в прямом смысле спокойной ночи. Надеюсь, что в наших странах все-таки мир как-то настанет в ближайшее время. И я буду с вами связываться, будем на связи. Спасибо.